Пока она открывается, давайте я кнопку таки нажму. Значит, главный недостаток сегодняшней лекции будет такой, что я не знаю, смогу ли я что-то такое осмысленно показать. Может быть, имеет смысл рисовать на доске или показывать пункты планчика. Вот не знаю, как правильно. Давайте мы вспомним, чем закончился разговор о том, как разворачивается система в старом... Я забыл нажать кнопочку. Хотя тут я не знаю, сколько будет скринкаста в этом деле. Чем закончился разговор о том, как разворачивалась система в старом, таком Unix-like подходе формирования дистрибутива Linux-ов. У нас запускалось ядро, ядро запускало процесс под названием Enid. Этот процесс под названием Enid отвечал за выведение всей операционной системы в штатное состояние. Что значит выведение операционной системы в штатное состояние? Это значит, а, запуск каких-то, произведение каких-то действий однократных, ну там, диски проверить, базу починить, еще чего-то там, эту самую сервисную. Ну, если у вас СУБД как-нибудь запускается, починить базу этого СУБД. И, ну, не знаю, консоль настроиться, кстати. Вот. И запустить несколько демонов, которые будут потом, собственно, и составлять операционную систему вкупе с ядром и, значит, той оболочкой, которая выдастся пользователю. Вот. Поскольку демоны пишут разные люди, то запуск каждого демона — это совершенно отдельная процедура. Ее было бы неплохо унифицировать, возникла идея shell-скрипта вокруг этого, обмазываем все это shell-ом. Получаем такую... Я показывал? Не показывал, наверное. Я только... А, нет, показывал, показывал. С буквами с и буквами к. Получаем такой старт-стопный сценарий. Потом, значит, там точка-д схема, которая позволяет к этому старт-стопному сценарию прорисовать префикс. И дальше получается так, когда мы запускаем систему, у нас запускаются сценарии на букву С, которые на самом деле символны ссылки на обычный старт-стопный сценарий, и запускаются они с параметром старт. А когда мы останавливаемся, с параметром стоп они запускаются. Вот. И получается вот такое. Значит, у этой схемы довольно большой недостаток, и к этим недостаткам мы вернемся. А пока что давайте подумаем о вот о чем. А как так получилось, что у нас вообще загрузилось ядро? Вот. И не просто загрузилось ядро, а оно еще нашло корневую файловую систему, ее смонтировало, и оттуда запустило процесс init, который запустил все остальные процессы оттуда же с корневой файловой системой. Вот. Само собой это не происходит. Потому что компьютер включаешь, у него в мозгах нет ничего вообще. Вот. Тем более знание о том, что надо какое-то ядро грузить. Если мы подходим к компьютеру с такой точки зрения, а может быть я даже смогу что-нибудь показать. У нас QM тут есть. QM нет. А виртулбокс наверняка есть, тоже нет. Агреб у меня остановлен. Агреб у меня остановлен. Поставить что-то виртулбокс. В QM есть BIOS? Постой. Есть. Тогда надо поставить QM и не мучиться. Если она поставится. А я пока буду говорить. Значит, сначала теорию. Теория очень простая. Теория очень простая. Смотрите. Вот у нас компьютер включается. У него детственно чистый мозг. Он не то что загрузиться не может. Он программу-то не может никакой запустить. Чтобы что-то было, нужно, чтобы в этот мозг что-то попало. То есть из какого-то ПЗУ загружается первоначальный какой-то код, который, собственно, начинает выполнять компьютер при включении. Вот есть оперативная память. Как это называется тогда? Сейчас найдем. Может, QM просто. Есть оперативная память, а есть постоянное запоминающее устройство. Вот из этого постоянное проустройство запоминающее копируется что-то в голову, вернее, в мозг, в оперативной памяти, там и запускается. Касаемо наших знаний об этом, да, значит, вот то, что запускается в оперативной памяти при старте компьютера, должно обладать некоторыми способностями к загрузке чего-нибудь. Понятное дело, что, о, систем, ну, QM, наверное, нужно, хотя нет, нам не нужно QM, хотя бы возможностью выбрать какое-нибудь устройство, на котором, предположительно, есть операционная система, жилья, и с этой зверьяки загрузить, загрузить, ну, что-нибудь, например, один блок дамер, да, 512 километров. Ну, 512, извините, байки. Почему так? О, как интересно. Not found. Абъед-апдейт надо было сделать. Вот. Почему так? Потому что мы не можем гарантировать, что то устройство, с которым мы собираемся загрузить нашу операционную систему, всегда одинаковое. Более того, мы можем гарантировать, но он еще всегда разный. Все жесткие диски разные, все, извините, floppy диски разные, флешки, какие-то, значит, возможно, еще штуки. Из сети, допустим, мы хотим загрузить все это, значит, нам нужно как-то из сетевой карты это добыть. Короче говоря, мы не можем запихать, особенно так вот было, значит, 30 лет назад, мы не можем запихать в ПЗУ возможность загрузить операционную систему произвольную, с произвольного носителя, Unreal. Значит, мы можем запихать в ПЗУ возможность определить, какие вообще есть устройства. Это, собственно, и есть задача первоначального, вот того кода, который в памяти компьютера запускается. Вот. Определить, какие есть устройства, выбрать, с какого из этих устройств загружаться и загрузить с него нечто под названием загрузочный блок. Вот, получается, две стадии. Первая стадия загрузочный ПЗУ, бутром. Вторая стадия загрузочный блок, бутблок. И этот загрузочный блок, это очень маленькая программа, но она загружается именно с того устройства, с которого мы впоследствии будем загружать всю операционную систему. Из сети, значит, из сети. С диска, значит, с диска. С флешки, значит, с флешки. Что это значит? Это значит, что вот эта программа уже не унифицирована. Она для диска своя, для сети своя, для флешки своя, для всех остальных устройств своя. А это, в свою очередь, означает, что она может обладать какими-то тайными знаниями относительно того, как с этого устройства загрузить что-нибудь, ну, существенно более осмысленное, чем один блок. Вот. Правда, трудно ожидать, что эта маленькая программа, которая помещается под 11 байтов, будет знать, что, где лежит ядро операционной системы, как его ядро загружать, как передавать ему управление, и как делать много-много что еще. Со всей очевидностью, да еще и операционных систем на свете очень много. Вот. Со всей очевидностью мы не можем затолкать в один бутблок, в один загрузочный сектор, какой-то загрузочный блок, какую-то логику, связанную непосредственно с операционной системой. Что мы можем затолкать в отдельный загрузочный сектор? Мы можем, да? Можем затолкать туда простую функциональность, загрузить с нашего устройства большую программу, много блоков, и запустить ее. Все. Этого вполне достаточно. Как правильно сейчас сказано, это будет включать карту памяти, в котором лежит эта большая программа. А эта большая программа, она будет называться бутблок или вторичный загрузчик, и именно она будет загружать нашу операционную систему так, как мы этого хотим. Вот классическая последовательность загрузки, потому что это большая программа, она может быть произвольного размера, наш первичный загрузчик знает, какого она размера, где она лежит. И эта большая программа может делать что угодно, начиная от достаточно простых вещей, а именно это просто загрузчик ядра, в котором прибито гвоздями, в каких секторах лежит ли ядро, и заканчивая какими-то, ну вот как во FreeBSD, например, вторичный загрузчик представляет собой интерпретатор языка Ford, который умеет загружать ядра, умеет загружать модули, линковать ядро с модулями, умеет передавать туда параметры, умеет настраивать всякие работы железа и так дальше, и так дальше. Вот. Ну почему бы и нет? Произвольного размера программа. Вот. Что-нибудь такое? Акси же... О! Смотрите, вот мы что сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем первичный загрузчик, который пытается найти, найти хоть какие-нибудь, хоть какие-нибудь загрузочные устройства. Он их не нашел. Вот. Я забыл, как из него выйти. Control что? Control... Control-A? Нет, не может быть Control-A. Control-A. Он попытался загрузиться с флопика, с жесткого диска, не нашел ни того, ни другого, мы не рассказали ему. Тогда он загрузил первичный загрузчик сети. И, вон, видите, что он сделал? Вот это IPXE. И он говорит, так, сейчас мы загрузим что-нибудь из сети. Ну, сети он тоже не нашел. На чем он говорил, все, нет никаких устройств для загрузки. Вот. Давайте мы предоставим какие-нибудь устройства для загрузки. Что? QEMU это эмулятор компьютера, под которым может запускаться произвольная операционная система, например, Linux. Обратите внимание, что архитектур поддерживается вот столько, сколько вы видите QEMU System минус что-нибудь различных. Тут и MIPS, и PowerPC, и ARM, и Alpha, и вообще непонятно что. Мне неизвестно. Вот. При этом QEMU, одновременно и написанный, и очень известным в узких кругах таким локальным гением Фабрисом Беларом, вот, известно также, кажется тем, что он посчитал быстрее и дальше всех число ПИ, по-моему. Вот. То есть, какой-то миллиардный знак нашел, не знаю, не помню. Много знаков числа ПИ нашла программа Фабрица Беларом. Еще он известен тем, что когда ему надоело возиться с QEMU, он, QEMU сейчас занимается комьюнити, он написал эмулятор, эмулятор E586 компьютера, на котором можно загрузить Linux на JavaScript. Тем самым, породив прям целую лавину, скажем так, технологий, которые сейчас называются ASM.JS, когда, да, когда пишут программы, ну, там, на C++, компилируют их в JavaScript и запускают в броузер. Вот. Между прочим, очень популярная сейчас штука, вот такая. Как его на букву E? Inscryption. Вот. Есть такой фреймворк, Inscryption, когда вы пишете на чем-то, компилируете этот JavaScript, запускаете в броузер. Ну, вот. Идеологически оно другое. Во-первых, VirtualBox эмулирует только две архитектуры. Во-вторых, VirtualBox, ну, скажем так, не то, чтобы он тяжело страдает от наследия того, что он когда-то был проприетарным, но, в общем, в нем это хорошо видно. То есть, начинаешь с ним работать, иногда из него вылезают какие-то штуки, которые то ли нельзя сделать, только можно сделать противоестественным путем. В-третьих... А что в-третьих? В-третьих, на нем построена система виртуализации, а на старт, и на старт. В смысле, на QEM. В-третьих, QEM гораздо чаще используется в бою в качестве системы виртуализации для Linux. Вот. В частности, потому, что есть развиваемый прямо ядерным сообществом, то есть прямо вот в ядре Linux модуль, который называется QEM, инициатор которого как раз не Fabrice, а Fabrice был свой собственный. Вот. Который позволяет превратить полную виртуализацию в паравиртуализацию. То есть у вас получается такой специальный, специальная архитектура под названием 4-разрядная QEM, под которую идет Linux-овое ядро, а вот доступ к внешним устройствам, а также вычисления не требующих... прав суперюза, не требующих перехода в режим супервизора команд, ну типа там арифметики всякой, происходит прямо на процессе. Если вы запускаете под x86-64 QEM x86-64 с модулем QEM, то фактически у вас performance degradation зависит от того, как хорошо у вас виртуализованы внешние устройства, потому что все вычисления происходят там со стопроцентной скоростью. Важно. VirtualBox устроен так же, но VirtualBox не является веб-стримом для Linux. и он нормально разрабатывается, просто не в ту сторону. ...все эти облака, вся эта инфраструктура, которая позволяет содержать, управляет администрироваться, она рассчитана на вот эту кэшку? На КВМ, да. Amazon, например, письме не изменяет память. Ну, ладно, ничего не знаем про Amazon, у них все внутри, но тем не менее. Короче говоря, несколько... VirtualBox существенно больше для пользователей, которые ткнули, поставили, посмотрели, удалили, да, а КВМ существенно больше для, собственно, дипломента и эксплуатации в бою. Такое у меня вот... Такое у меня вышло мнение. Ну вот. Ну, в частности, им можно пользоваться как настоящим виртулизатором, видите, сколько всего интересного можно виртуализовать. Значит, давайте, я просто хочу посмотреть, как там, где там заканчивается первичный загрузчик, начинается вторичный. А, вторичный загрузчик, это уже система должна быть. Ну, хорошо. Create... Что там? Минус size, да, минус s. Или там просто create... Формейм size. О! Вот. Не, не хочет. Ему надо сказать еще. Ему надо сказать... Ему надо сказать, что он грузился с диска, да? А, его надо что-то форматировать. Ладно, давайте-то я не буду этого делать, потому что мы отвлекаемся немножко на... Это, конечно, ужасно интересно, но... Сидюк. Сидюк хорошая идея. Очень хорошая идея. Осталось только его найти. Хорошо. Это, наверное, будет полезно. Извините за торможение. Сейчас я включусь. Короче... Что-то, блин... Орсинг есть? Он есть? Я что-то... Думаю, что нет. А, вот у нас сеть такая, да. У нас такая сеть. У нас такой DNS в сети, на самом деле, да, получается. Ладно, давайте я продолжу разговаривать. Если нам что-то получится, в какой-то момент я прервусь и покажу, потому что иначе ничего мы ни докуда не дойдем. Итак, вот это вот последовательность... Кстати, вот я тут в планчике не написал самого главного про Linux, а зря. Ну, вот сейчас расскажу про Linux. Вот эта вот последовательность загрузки, она имеет свои некоторые недостатки. Главный недостаток состоит вот в чем. Сейчас мы попробуем отсюда скачать, а потом буду говорить про недостатки. Значит, главный недостаток... О, тут работает. R-Sync, видимо, не отвечает. О, отлично. Значит, вот он скачивается. Как видите, не быстро. Через Wi-Fi. А это пускай стоит. Главный недостаток состоит в следующем. Смотрите, вроде бы все хорошо. Bootron. BIOS нам что-то рассказал. Bootblock. Что смогли, загрузили с нашего устройства. Bootprog. То, что мы загрузили с нашего устройства, теперь может с нашего устройства загрузить, собственно, настоящий загрузчик. А загрузчик загружает ядро. Ядро стартует. Все хорошо. Проблема состоит как раз в том, что, собственно, за операционную систему мы такую собираемся загрузить. Эта операционная система, наверное, должна работать на нашем компьютере. То есть, вот это ядро при загрузке должно распознать все устройства, которыми мы собираемся на нашем компьютере пользоваться. Да, там, ну, например, диск, с которым вы загрузили, да, или, там, ну, не знаю, аудиокарту, видеокарту, память от теста и так дальше. Получается неприятная ситуация, которая состоит в том, что мы должны в такое вот ядро напихать чуть ли не все драйверы всех критически важных устройств сразу. Иначе оно просто не загрузится, да, если ядро не увидит диска, то есть сначала дискового контроллера, а потом диска, то как мы загрузим весь Linux с этого диска? Да никак, да. Если, допустим, у нас используется какая-то хитрая файловая система, драйвер этой файловой системы должен быть в ядре. Ну, там, не знаю, RAID какой-нибудь используется. Да, значит, она должна собрать RAID прямо там, вот там, сначала загрузиться, собрать RAID, поехать дальше. Если нет драйвера RAID, да, то она не сможет это сделать. Что? RAID — это возможность сцепить несколько дисковых устройств в одно для повышения либо скорости, либо надежности, либо и того, и другого. Вот. Если он аппаратный, то, значит, он должен по какому-то протоколу, по какому-то формату отдавать, и с ним опять ядро должно уметь работать. И так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть, назревают две необходимости. Вот этот вторичный загрузчик должен быть достаточно хитрой программой, на самом деле. Он должен уметь настраивать ядро, говорить ему, у тебя консоль, значит, такая-то, корневая файловая система лежит там-то. Настраивать, передавать параметры ядру разные. Что еще хуже, это ядро должно быть либо так называемый дженерик, то есть ядро, которое знают, грубо говоря, все мыслимые устройства, с которых его могли загрузить. И так было, ну, знаю, там, 20-30 лет назад так было. Вот. Либо мы говорим так, вот помимо ядра, у нас еще есть такое понятие модулей. Модули — это фактически такие компоненты ядра, которые вместе с ядром работают в режиме супервизора. Но они не одновременно все подгружаются, находятся в ядре, да, а они компонуются в момент загрузки ядра. То есть наш вторичный загрузчик, он теперь должен что сделать? Он должен подгрузить ядро, он должен подгрузить нужные модули, скажем, модули дискового контроллера и файловой системы, и консоли еще на всякий случай, и еще чего-нибудь. И только после этого инициировать старт операционной системы. Вот. Значит, медленно. Последние несколько минут он пишет, что осталось 11 минут. Мало того, я задам следующий провокационный вопрос. Итак, мы написали такой загрузчик, он называется, ну, не знаю, там, «Великий универсальный загрузчик». Вот. Этот «Великий универсальный загрузчик» А. Он настолько великий, что может грузить ядра разных операционных систем, разных. Б. Он каким-то образом может загружать, находить, где лежат модули, разные модули, и их грузить тоже, еще и компоновать с этими ядрами. Значит, этому великому универсальному загрузчику нужно что? Собственные драйверы файловых систем и дисковых контроллеров. Короче говоря, мы пишем свою операционную систему. Маленькую такую. Вот пресловутый Ford Interpretaor во FreeBSD представляет собой ровно это. Такую маленькую, если не операционную систему, то... Как это называется? Изолированную программную среду. Вот. Ну, мы с вами занимаемся Linux. Да, в Linux же так... Ну, как это... Хотелось бы попроще. Хотелось бы не программировать слишком много всего. Давайте еще раз. Мы пишем свою операционную систему. Внимание, вопрос. А зачем? У нас есть своя операционная система. Как она называется? Linux она называется. Так. Значит, как загрузить Linux с помощью Linux? Linux'ы. А очень просто. Смотрите. Мы должны принять решение относительно того, какие у нас устройства в компьютере есть вообще всегда, именно оттуда загружать пресловутые драйверы. Вообще там целое все. Более того, мы должны не просто загрузить драйверы, а еще и вот эту всю последовательность действий там. Подгрузка модулей, настройка этих модулей, монтирование файловой системы корневой. Сделать еще до того, как у нас все остальные устройства будут распознаны. И простейшая идея, которая пришла в голову почему-то именно Linux'ы, состояла в следующем. У нас есть одно устройство аппаратное, одна аппаратная составляющая компьютера, которая в компьютере, запускающем операционную систему, есть всегда. Такое устройство хранения, которое в любом компьютере есть. Ну как? Нет, нет, BIOS это Basic Input Automate System, это проще... А? Проще будьте. Да, оперативная память. В компьютере есть всегда, да. Ну, кстати, да, в момент начального тестирования. Да, естественно. Мы читаем так, читаем сяк, смотрим, не было люблю. Ну так вот. Да, вот оперативная память нам нужна для того, чтобы... Рассказываю. Смотрите, у нас уже есть вот это, вот досюда. Да? У нас есть возможность из ПЗУ вызвать программу, которая определит устройство. Из устройства загрузит первичный загрузчик, который будет, ну, возможно, даже вторичный, неважно, полуторный. Такой. Чуть больше, чем первичный загрузчик. И этот первичный загрузчик, раз у нас, раньше у нас загружал вторичный, а тот загружал ядро. Окей, давайте мы загрузим ядро и еще один файл. Ну, почему здесь можно один файл загрузить с диска? Значит, можно и два. А в этом файле будет что? И разместим его в памяти. В этом файле будет файлосистема, небольшая. В этой файлосистеме будут лежать все нужные нам модули. И все нужные для того, чтобы найти корневую файлосистему и ее смонтировать программной. Зачем нам какой-то вот огромный вторичный загрузчик, который умеет грузить гидро, компоновать его с модулями, настраивающими, вот это все. Зачем нам писать свою новую операционную систему, если у нас есть старая, называется Linux. Да. То есть все эти загрузчики обладают данными, условно говоря, в каком-то наборе файлосистем? Нет. Секторов на диске? А, секторов на диске? Конечно. Просто если у нас был один набор секторов на диске, теперь их будет два. Один с ядром и один с этим самым, с так называемым стартовым виртуальным диском. Загрузим их обувь в память, одно из них будет ядро, в других будет файлосистема. В этой файлосистеме ничего нет, кроме драйверов и программы, которая подгружает эти модули, монтирует корень, наконец, приходит в этот корень, все остальное выбрасывает, то есть самоубивается. Давайте посмотрим, чего. Я, наконец, придумал, что я могу показать. Ну, давай. Чего не так делаем? О, попробуйте еще раз. Узнаю стиль. Значит, вот у нас в каталоге BOOT, наверное, лежат всякие. Вот. Вот есть ядро, даже несколько ядер, по-моему. Одно. Одно. Вот это ядро упакованное. А вот это вот, init.rd, initial.ram.disk. Это файлосистема. Вот. Сейчас давайте попробуем с ней что-нибудь сделать. Она вообще кто? Она упакована к zip. Посмотрим, что это такое. Это просто архив. Архив. Самый обычный. CPU. Ну, один из вариантов архива. Вот. Вот содержимое этого архива. Маленький-маленький Linux. Давайте посмотрим, вот так сделаем. Может быть, так удобнее будет. Ну-ка. Да. Маленький-маленький Linux. В нем вообще всего 350 каких-то объектов, включая каталоги. Вот. Что в нем есть? В нем есть немножко библиотек для запуска бинарников. Какая-то красотень, который рисует градусники, красивые картинки при загрузке. Вот это все. Вот. Красивые картинки для красотени. Раз программа, два программа, три программы, четыре программы, пять программ, шесть программ. Еще и не должен быть. Ну вот, да. Вот. Слоши-нит. Немножко сценарий на Шелле. Буквально вот. А видите, в основном для красотения, опять же, для плимута. Плимут – это вот такая штука, которая при старте рисует градусниками, красивые. Вот. Вот. Немножко программ, которые внезапно могут понадобиться для того, чтобы все это смонтировать, запустить, показать, перестать показывать вот это все. Вот. Немножко правил. Кстати, вот это, по-моему, случайно туда попало. Вот. Могло не попадать. И какое-то количество модулей ядра. А, ну вот, какое-то количество правил для сборки этого RAM-диска. И какое-то количество модулей ядра. Тут будут ядра. Пайловые системы. Консоли. Что еще тут такое понятного? Видео. Немножко разного. Да, собственно, и все. Ну, настройки, правила загрузки модулей. И слэш-дев, в котором вот столько девайсов, да, там, div-zero, div-nul, там, div-console, div-random, все. Короче говоря, очень-очень-очень маленький Linux. С некоторым количеством мусора, как мне кажется. Тут есть некоторые файлы, которые мне, кажется, не нужны. Вот. Нужны только для того, чтобы подгрузить все модули. Возможно, настроить там кое-чего, что нужно для старта. Смонтировать корневую файлосистему. С нее начать грузить настоящий Linux. А это все убить. Исправить. Получается, что мы вот эту последовательность слегка модифицируем. Потому что у нас вот эти два загрузчика как бы сливаются в один. Ну, собственно, вот это bootprog, да, уже не выполняет функции вторичного загрузчика. Загрузить ядро, загрузить модули, не выполняет. Просто вот мы должны в результате загрузить ядро и стартовый виртуальный диск. Дальше их пнуть и дальше стартовый виртуальный диск будет выполнять настоящие функции вторичного загрузчика. Он все настроит, все загрузит, все, что нужно сделать. Вот. Я бы тут еще рассказал про всякие схемки, наверное, стоит, да? Про всякие схемки с, собственно, загрузкой. В современном мире что используется? Груб, да, ведь? Вот тот самый, я не зря говорил, великий универсальный загрузчик. Это же аббревиатура Grand Unified Bootloader. Он же груб. Он так называется, правда. Ну, их тут много разных. МК-имидж какой-нибудь. Нет, МК-имидж это, наверное, не самое лучшее. МК-конфиг, во. Вот. Ну, там пачка мазов, как вы видели, к этому грубу прилагается. Короче говоря, а, тут инфо, вот чего. Ты сказал слово инфо, а я не расслышал. На самом деле, во, во. И тут все написано. Значит, о, Grand Unified Bootloader, я не соврал. Смотрите. Это и есть инструмент, который, по большей части, для современных линоксов используется для организации вот этой вот полуфторичной загрузки. У грубы есть первичный загрузчик, маленький, который кладется в бут-сектор, да. Полуторный загрузчик, который кладется в межященное пространство куда-нибудь туда вот. Ищет его. Вот. В старом варианте, грубо, у него были драйверы файловых систем, еще чего-то. Они сейчас есть, да. То есть он, в принципе, представляет свою операционную систему. Но его задача достаточно простая. Его задача все-таки подгрузить ядро, подгрузить стартовый виртуальный диск, тнуть их и забыть про это все навсегда. Вот. Современный групп даже так устроен, что его руками особо не настроишь. Смотрите. Это не human readable штука. А нет, кстати, ничего. Что? Это все красивости, на самом деле. Сверх написано, что это генерат. Нет, это генерат, естественно. Вот. Значит, написано на чем-то похожем на шелл. Не совсем это шелл. Это вот язык грубо. Грубый язык. Вот. Это генерат, который описывает нашим университетом. Нет, совсем он на шелл. Соответственно, на самом деле, вот это не то. Извините. Вот правильный урок. А, нет, это он же. Все, извините. Да. Так вот, значит, это генерат, который описывает нашему загрузчику, что откуда брать, какие параметры и дуру передавать, и так дальше. Вот. Запускает, генерируется он, по-моему, вот такой штукой. Вот сейчас на стандартный вывод вывел. Я его поэтому так радостно запустил, что... Как видите, он нашел несколько установленных ядер в нашей операционной системе. Нашел еще отдельно, отдельно, вместо ядра можно загрузить мем-тест, проверку памяти. Вот. Из всего этого сформировал вот такой здоровенный конфиг. Этот конфиг, как я понимаю, командой group install прописывается в первичный загрузчик, и он знает, где читать, откуда взять этот конфиг, он его читает. Вот. Дальше он грузит нужное ядро, там показывает вам менюшку и так дальше, и так дальше. Вот. Давайте посмотрим. Вот так. Вот. Значит, вот эта команда, которая, собственно, устанавливает загрузчик, не буду этого делать сейчас. Кстати сказать, в... Не вижу. Вот он. Нет. Не вижу. Слушайте, я торможу. Опять сегодня. Сегодня я торможу. Давайте почитаем group install, что там написано. А, вот, group setup. Group setup расписывает bootsector, а group install просто копирует, да? Значит, group setup. Его вообще нет. А, ну да. А, ну да. С тем, кто-то, 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 кто-то. Он умеет поддерживать современные последние загрузки EFI и так дальше. Вот. Ему можно сказать при формировании какие-то там дисковые драйверы подсунуть, но обычно он это сам знает. А, вот же, черт, я тормоз. Вот он. Вот это его модуль. Грубо. Это вот те самые драйверы его имеют. Вот. Вот их тут много. Я жгу целую операционную систему. Но, повторяю, вся эта механика раньше работала по условно-классической схеме, когда групп сам подгружал ядро, сам подгружал модули ядра, компоновал их, еще что-то делал. А сейчас все сильно упростилось, и все это нужно для того, чтобы... Здесь в основном драйверы файловых систем и всяких картинок, вот, видите, упаковщиков и так дальше. Вот. Так вот, шрифты и все прочее. Так вот, когда мы устанавливаем наш загрузчик, мы расписываем загрузочный сектор, мы расписываем какое-то место, куда будет сложен вторичный загрузчик. Вот. Мы передаем... А вот это что? Вот это не он ли? Это ядерный конфиг, а что он тут делает? Ну ладно. Мы передаем ему знание о том, где лежит этот файл настройки группка FB. И на этом, собственно, наша настройка операционной системы заканчивается, потому что тогда у нас при загрузке загрузится первичный загрузчик, вторичный конфиг. Этот конфиг нам что-то сделает. Например, покажет менюшку загрузочную, когда мы выберем ядро, сами нажмем Enter. Обратите внимание, сейчас покажу. В настройке вместе с ядром указан и... Например, какое монтировать устройство в качестве корневого. Это его UID. И откуда брать стартовый виртуальный диск. После чего дергается ядро, ну и там начинается. Немножко путанный генерат, потому что он не для чтения людьми. Но если внимательно посмотреть, тут можно все понять. Вот, значит, настроить видео. Ядро у нас, и не ТРД, запакованный, поэтому загрузить распаковщик. Загрузить в данном случае старую Legacy-вариант работы с размеченным диском, поэтому он называется MS-DOS, partitioning MS-DOS. Вот. Загрузить драйвер X2 файловой системы. Видимо, также X3, потому что... Потому что X3 отличается только наличием журнала. Файловая система, с которой мы берем все, с точки зрения... С точки зрения... Разметки будет лежать на нулевом диске во втором разделе. Да? Дальше идет какая-то ерунда. Про поиск диска, про поиск флопика неинтересная. Вот. И дальше, собственно, идет команда загрузки ядра Linux. Windows, вот отсюда. Вот этот каталог, слэш-бут. Он найден вот на этом устройстве. Эта нотация, естественно, грубая. Это груб так их называет. А это устройство может быть прочитано, потому что есть к нему драйвер файловой системы. Так вот, отсюда будет взято ядро, а отсюда будет взят старт виртуальный диск. Собственно, все. После чего педаль будет нажата, и всем остальным будут заниматься, всем остальной настройкой, монтированием, собственно, файловой системы вот этой, и всем остальным будет заниматься наш стартовый виртуальный диск, в котором, как мы уже видели, нужные драйверы есть. Вот такая картина, к примеру. Ну, наверное, стоит еще раз отметить, что там под конец происходит такая забавная операция монтирования настоящего корня и выкидывания всего UnityRD из памяти. Ну, происходит, да. Можно? Да. То есть, если считаете, грубка всегда лежит по одному, кому-то, на любом машине, то ли так много или так много? Именно первичный загрузчик, он лежит прямо в Master Boots, да. Но это совершенно не обязательно в том смысле, что у вас может быть еще один первичный загрузчик, который загрузит другой первичный загрузчик. Например, у вас есть Windows, который очень опасается, что у него в Master Boots будет записано что-то, кроме его Windows-овского чего-то. И пока, значит, не изобрелись схемы EFI, пока все это, все это, вот, вот, все эти такие штуки работали, можно было заставить Windows грузить Linux. Естественно, Windows нельзя заставить загрузить Linux ядро в Windows-овый вторичный загрузчик, который называется... Да. Нет, он... Ну, неважно, я забыл, как он назывался. Antiloser, да, совершенно справедливо. Он умеет, конечно же, грузить только ядро в Windows, но он умеет подгрузить другой загрузчик по цепочке. И этот другим загрузчиком может быть груб, и в этом случае он может лежать где угодно. И еще он может приехать по сети. Я все равно могу понять, каким образом первичный загрузчик где находится, параллелизический. Можно я... Да. Что загрузает первый сектор диска? Это жесткого диска. Жесткого диска, если он хочет грузиться с жесткого диска. Либо первый сектор топи, либо определенное количество байдов из сети. Там лежит первая часть загрузки, в котором написано следующий сектор. Это часть группа, которая будет в Майфайл. Все так. Именно поэтому я назвал полуторным. А здесь написано, как вы видите, что диск изначально фермеричный загрузчик всегда лежит в определенном месте. В определенном... Да. 12 байд закатчивающихся, которые... Ну вот смотрите, вот он так выглядит. Вот я смотрю начало нашего диска, вот тот самый нулевой сектор. Вот это вот кусок загрузчика. Есть. О! А что? Вот. Вон... По-моему 1 на 0. Я боюсь соврать. Нет, дальше, дальше, дальше. Да, 1 на 0. Нет, я не соврал. 1 на 0. Вот отсюда начинается таблица разделов, которую мы смотреть не будем, потому что это легаси страшно. Вон 5.5. А, а это конец нашего блока. Сигнатура, означающая, что этот сектор загрузочный. С этого места начинается что-то еще. Я и забыл, что. Может быть тоже сам групп, кстати. Да, кстати. Вот это вот межьящное пространство, в которое был запихан групп, да? На жестких дисках первая дорожка остается неиспользованной. Не хотел я все это рассказывать. Какие-то дорожки, про которые все уже задумать забыли. И сюда еще чего засунуть. Ну вот это вот место, где межьящное... То самое межьящное пространство, где лежит групп. Сам. Вот. Ну, бог с ним. Там неинтересно. Он же... Ну вот. Вот тут можно было еще посмотреть. Были бы мы с вами... Разговаривали бы мы на эту тему лет, ну не знаю, там, 10 назад, я бы вам рассказал, что означает вот это. Вот. Это, собственно, таблица раздела. Вот. Но она более неактуальна, и вот вся эта причудливая ее структура стремительно теряет смысл. Давайте лучше дальше, а то я что-то торможу сегодня. Значит, недостатки этой схемы. На самом деле, этой схемы недостатки очень большие. Главный недостаток стоит в том, что все вот эти более или менее стандартизованные последовательности загрузки, они насквозь полны всевозможными легоси. То есть, загрузочный сектор, в котором, допустим, только там 400 с гаком байтов можно использовать для первичного загрузчика. Но что такое первичный загрузчик размеров 400 с гаком байтов? Вот. Какие-то странные форматы устройств, в которых написано, сколько там цилиндров на жестком диске. Причем под это отводится 2 байта или что-то в этом духе. Ну, в общем, очень много чего-то, что давным-давно не актуально. Ну, совсем. Вот. С другой стороны, получается же, что каждый производитель операционной системы вынужден, скооперировавшись с каждым производителем устройства, делать отдельный загрузчик для этого устройства. Вот. Сколько разных штук, разных способов загрузки по сети, даже если они не называются одинаково, уму не постижим. Вот. Разумеется, ничего общего с тем, что я сейчас рассказал, например, для архитектуры ARM, и близко нет. Вот. Особенно в ранних ARM было принято прямо из ПЗУ грузить ядро, или не из ПЗУ, а из специального места, про которое знает ПЗУ. И передавать этому ядру, всю остальную информацию про то, где остальные устройства у него лежат. Все. Хотите что-то поменять, пересобирайте ядро, засовывайте его в это место. А? Ну, вот да. По большей части сейчас так. То есть, для различных архитектур вся эта последовательность бывает совершенно разной. Вот. Еще отдельная тема состоит в том, что производители железяк, а также производители операционных систем, а также производители всего остального, очень боятся, что их железо, их операционная система, их чего-то будет использовано не по назначению. Ну, например, мы возьмем на нашем компьютере, вместо Windows загрузим Linux. И с помощью этого Linux что-нибудь сделаем. Вот. Такое. Они нам ноутбук продали. Вот. Им отвечать. Соответственно, было бы очень интересно... А да, не говоря уже о том, что есть всякие решения для военных, решения под обеспечение безопасности и так далее, было бы очень интересно всю эту последовательность загрузки сделать доверенной. Вообще говоря, загрузка, вот когда сертифицируют изделия для военных, да, то менять последовательность загрузки просто запрещается. Потому что любая загрузка... Мы вставили флешку, взяли и загрузили что-нибудь. С этого чего-нибудь мы взяли и распространили все, что эта флешка видит на диске в интернете. Ну, о какой безопасности может идти речь? Любая загрузка недоверенная. А хотелось бы достроить последовательность доверенной загрузки. Вот. И вот этим занимается современная схема загрузки досистемной, которая, собственно, называется UEFI. Вот. История примерно такая. Разработана она была фирмой Intel для новых архитектур, называемых Итаниум. Потому что там была действительно другая архитектура, и вся вот эта вот, вся эта Legacy для Итаниумов не работала. И тут они решили, а давайте мы что-нибудь сделаем такое универсальное. Давайте мы сделаем следующее. Мы будем запускать прямо в режиме супервизора некий кусок, ну, такую маленькую операционную систему. Но сделаем ее универсальной для всего. У нее будет собственный байт-код, и на этом байт-коде можно будет писать драйвера. Соответственно, вне зависимости от того, какой процессор, драйвер, написанный на этом байт-коде, будет подходить к любому процессору, лишь бы интерпредатор байт-кода подходил к этому процессору. И наоборот, когда мы будем запускать прямо в этой маленькой операционной системе некие программки, и, допустим, ядро операционной системы будет такой программкой. В результате что получится? В результате мы берем с помощью этого EFI, кое-как настраиваем аппаратное окружение, с помощью него же определяем, где у нас там диск, где что, потом загружаем ядро, и ядро говорим так, диск у тебя вот этот, пожалуйста, вот драйвер, написанный для EFI, его видит. То есть, когда загружается ядро, EFI там где-то болтается, к нему можно обратиться и, значит, воспользоваться драйвером, написанным один раз, вендором только для EFI, из разных операционных систем, из Windows, из Linux и так дальше. И это мне напоминает такое старое-старое-старое Legacy, когда вот тот самый слово BIOS, которое тут прозвучало, ведь он же, это же расшифровывается как Basic Input-Output System, и создание BIOS, который лежит в ПЗУ, преследовало ровно те же самые цели. Давайте мы, вендор, предоставят вместе с компьютером базовую систему ввода-вывода, а операционная система будет к этой базовой системе ходить и ею пользоваться. Ровно то же самое. Проблема состоит в том, что для IBM-сместивых компьютеров BIOS, они, вообще говоря, работали в 16-разрядном режиме. И довольно быстро, вот после того, как отказались от операционной системы, извините, DOS, пользоваться этим стало не очень удобно. Или там совсем неудобно. Вот. То есть, пользоваться BIOS перестало быть удобно в тот момент, когда он перестал быть базовой Input-Output системой для операционных систем, которые запускаются на компьютере. Вот. Соответственно, мы просто переходим на следующий уровень. Давайте мы специфицируем некий интерфейс, универсальный, как это, Unified Extensible Firmware Interface. То есть, давайте мы определим некий универсальный интерфейс к прошивке нашего компьютера, обязуем каждого вендора изготавливать такой интерфейс, и тогда наша жизнь сразу немедленно улучшится, потому что, фактически, наша задача будет только в том, чтобы обязывать производителей железя писать драйвера к вот этому EFID-EFI, а уж наша операционная система будет туда ходить, все работает. Кроме того, мы можем тогда, если у нас четко поддерживается последовательность загрузки из ПЗУ, дальше вот это EFI, которая прямо из-под себя запускает операционную систему, мы можем все это пронизать, ну, скажем, электронной подписи. То есть, ПЗУ загружает EFI, а EFI загружает только такие приложения для EFI, которые подписаны. В этом случае мы не можем вот ни в одном месте прервать вот эту доверенную загрузку до тех пор, вплоть до операционной системы. Ядро загрузилось, оно уже подписано, в операционной системе есть поддержка доверенной загрузки, значит, все программы, которые там в операционной системе загружаются, они тоже там проверены, и так дальше, и так дальше. В конце концов, от начала, от включения компьютера и до старта операционной системы в штатном режиме у нас получается, как бы, никто ни за что не отвечает. Никак. Или на флешке лежит ядро, подписанное правильным ключом. Или мы это вообще все выключаем, и у нас загрузка недовереннее. Вот и все. Да, совершенно справедливо. Да, совершенно справедливо. Вот. так вот, эта штука называется секьюри-бут. Вот. Ее все очень не любят, по той причине, что, скажем так, она очень удобна для всех производителей, и неудобна почти ни для кого использователям. Если мы хотим поставить какой-нибудь линукс, мы, как правило, секьюри-бут отключаем, просто потому, чтобы не возиться с этой электронной подписью. Вот. За что и любят производители, я сказал, за то, что вот эта цепочка подписей позволяет нам, вплоть до старта операционной системы, снять ответственность с производителя железа. Вот это все, как бы, проверено. Если ваша операционная проверена, ключ ей выдан. Загрузилась операционная система, все, дальше вы сами отвечаете. Никаких вот, в промежутки влезть никто не мог. Вот. Особенно не любят, особенно не любят, секьюри-бут за то, что получение этого сертификата на сегодняшний день, по-моему, в одном только месте возможно. И чудесным образом, это место, это не производитель, скажем, железа, а производитель операционной системы Windows. Вот. Да. Что, в общем, наводит на размышления. Вот. И в действительности приводит к сложностям получения такого сертификата. И, смотрите, получается такая очень-очень серьезная проблема, связанная с тем, что производитель одной операционной системы, может сам себе эти ключи выдавать сколько хочет, а производитель другой нужен каждый раз проходить целый такой вот большой путь для того, чтобы вообще получить возможность этой самой загрузки. да. Да, 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 да. А те организации, которым это действительно нужно, они точно не пойдут к Микрософту за ключом никогда. Совсем. Даже, даже в Америке. Вот. Ну, то есть, ну, и получается, за что боролись? Не говоря уже о том, что на самом деле вся вот эта вот модная новая операционная система под названием EFI, это такое просто новое легоси. То есть, уже сейчас мы страдаем от того, что EFI, что нужно на диске жестком делать один новый раздел, форматируйте его в файл, систему FAT32 внезапно, и вот туда раскладывать вот этот софт EFI. Окей, а если я, не знаю, хочу грузиться там, с чего-то волшебного, там, телепатически, мне в мозг раздел, вот, у меня мой телепатирующий мозг может ядро там, операционной системы выгнать. Еще, значит, его надо отформатировать на FAT32 частично. То есть, ну, вот, не говоря, я предвижу, что и дальше вот это будет развиваться примерно так. Потом выяснится, что некоторые хитрые устройства настолько хитрые, что к ним нельзя написать драйвер на этом языке EFI. Потом выяснится еще что-нибудь. Короче говоря, мы старый Legacy поменяли на новый, который, следует сказать, следует признать, работает нормально, вот, нормально работает. Для сегодняшнего состояния железа. Да. Дело в том, что я именно это имею в виду. Это новая Legacy. Просто она еще таковым не стала. Вот. Идея заставить вендора реализовывать протокол, а самому ничего не делать приводит к тому, что все реализации этого протокола разные. Вот, сколько мы видели разных компьютеров, столько мы видели разных EFI. Это, конечно, жуть. Вот. Я уже говорю о том, что я не говорю о том, что никто по-человечески не следовал уязвимости конкретно в этих реализациях. Ну, или наоборот, исследовал, а мы про это не знаем просто. Правда, отдельные куски вместо того, чтобы писать заново, лицензируют все эти компании, которые не раз написали, и не готовы к работе реализации. Именно по этой причине. Именно по этой причине. Именно поэтому это выгодно с точки зрения бизнеса хреноверное. Что вместо того, чтобы писать самому, купить интеллектуальную собственность у того, кто уже написал. Как он ее написал? Вот. Значит, ну и, наконец, вся эта процедура оказалась довольно сложной. Вот. То есть, ну, какой-то раздел, какие-то программы, что-то. Ну, например, я так понимаю, не существует эмулятора, поддерживающего от начала до конца нормально весь эфир. Существует ОВМФ. А, кто? ВОВМФ. Это в этом самом. ВОВМФ. ВОВМФ. Он везде один, потому что писать много. ОВМФ есть такая, да. Есть. Вот я понимаю, он был високом. И... ОВМФ, давайте посмотрим. Эмулятора, вот, когда спрашивали, чем у яма лучше от албукса, когда дело касается железа, то есть бывает очень много тонкости, которые на реальном железе работают по-другому. А, во, вижу. Да. Значит, я отстал от жизни. Не так давно ничего про это слышно не было. Насколько он полный, неизвестно. Насколько он полный, неизвестно. Выглядит странно. А, это, это, это новость. Это я искал не в том поисковике. Ладно, посмотрим, посмотрим. Значит, у меня осталось полчаса на самом деле на самую главную сегодняшнюю тему. Опс, ну ладно. Да что-то я много тормозил. Смотрите. А, кстати, у нас загрузилась эта фигня. Давайте попробуем ее загрузить. ой, слушайте, а я, знаете, что сделал? Я запустил не тот куему. показал. цедюром. Вам слово закорючки нравится? Это моя дочка рисовала. Она спрашивает, как это назвать, ну, видимо, закорючки, сказал я. Тыдыща. А, и минус о. Так, что это было? Вот это уже, если я не ошибаюсь, групп. Скорее, с Linux, да. Скорее, с Linux, другой загрузчик. А как бы это помедленнее сделать? Да, вон он, вон он, вон он нашел его. Собственно, вторичный загрузчик, да? Ну, я понимаю, запустить несколько этих самых вечных циклов, которые бы заживали в прозасранное время. Но у нас тогда, а, я знаю, надо успеть сделать не print screen, а надо успеть сделать этот самый, нажать тут паузу. Да? Не успел. Ну, ладно. Короче. О, нет у него. Ладно, я думаю, что можно, знаете, что будет сделать? Можно будет на видео это увидеть, вот, и оттуда сделать, и оттуда сделать скриншотик. Вот, мы попросим Виталия. Короче, говоря, там мы увидим в этой картинке, мы увидим, как она перебирала возможности загрузки, и внезапно обнаружила загрузчик, обнаружила она его на ISO диске, на 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 вот, вот, он называется ISO Linux, значит, загрузил его, и то, что мы видели, это уже работа вторичного загрузчика, который предлагает нам выбрать, вот, видите, слово ISO Linux мелькнуло, который нам предлагает выбрать разные варианты загрузки, в том числе загрузить операционную систему с разными вариантами, загрузить специальную программу, которая, вместо ядра, загрузить специальную программу, которая нам расскажет про настройку железа, вот, я ее нажал, и теперь там она работает медленно, о, мы, видим диск какой-то, значит, вторичный загрузчик, вместо ядра операционной системы запустил нечто, которое занимается диагностикой голого железа, Hardware Detection Tool, всякие интересные вещи мне говорят, вот, там, memory test был тоже в списке, ну, в общем, вот, да, первичный загрузчик, нашелся, вторичный загрузчик, загрузил, дальше он может загрузить операционную систему, давайте ее загрузим, раз уж пошла такая пьянка, вот, пока она грузится, давайте мы вернемся к тому, в смысле, в какое место в памяти, вот это вот стартовало ядро, оно занимается тем, что определяет, оно занимается тем, что падает в панику, ой, памяти мало, да, ну, давайте тогда минус М4 скажем, или минус М1, минус М, что там, 1 Г, нет, не умеет, 1024, вот, 0,2, а что, такие толстые стали операционные системы, вот, ядро занимается тем, вот сейчас вот оно загрузилось, теперь оно занимается тем, что определяет разные внешние устройства, теперь видите, что оно делает, распаковывает в память это самое, ну, файлную систему, вот, теперь оно запускает, все, оно смонтировало, смонтировало интерд, стартовый виртуальный диск, вот, запустило с него какие-то, какие-то линуксовые штуки, нашло корень, смонтировало это корень, и дальше стало, стало с этим, стало загрузить, собственно, настоящий линукс, вот запустился нит, ну, вот, когда было, ага, вот запустился нит, и вот он запускает, запускает разные, разные системные службы, судя по тому, с какой стороны он рисует, это старая схема загрузки, да, или нет, да, очень хорошо, значит, вот она, эта старая система загрузки, загружается по старому, а я тем временем напоминаю об ее недостатках, значит, главный недостаток, вокруг которого были все пляски, потом оказалось, что он совсем не главный, это то, что все эти штуки выполняются последовательно, помните, в конце прошлой лекции я даже сказал, что современные системы, построенные на шелл-сценариях, ввели понятие зависимости, и могут проверять, нет ли в этом дереве зависимости циклов, ну так вот, проверять они могут, но, как правило, это не делают, а некоторые не могут, вот, прозвучало это так, как если бы вот вы поставили циклическую зависимость, вам сразу все стали ругаться, ничего подобного, вот, это проверяется в динамике, и иногда не работает совсем, вот, значит, так вот, главный недостаток, вокруг которого был сербор, состоял в том, что было бы неплохо уметь запускать эти сервисы не последовательно, а параллельно, особенно, если, значит, позволяет, ну там, ядер много в процессоре, диск быстрый, почему не пускать их, потому что они, это же селл-скрипт, селл-скрипт, вообще, говорят, долго запускается, вот, и это был второй недостаток, про который много говорили, селл-скрипт, и это запуск шелла, запуск одной утилита, запуск другой утилита, запуск третьей утилиты, и так дальше, и так дальше, и так дальше, то есть, постоянное переключение контекстов, в большом количестве, так что, какие-то доли секунды, каждый запуск шелл-скрипта занимал, а может быть и больше, вот, третий недостаток, связанный с этой системой, ну вот он загрузился, сейчас он запустит шелл, и у нас получится, получится спасательная система, вот, третий недостаток, с этим связанный, связанная со старой схемой, состоит в том, что не очень понятно, а чего делать, когда мы не при старте системы хотим сервис перезапустить, а в процессе работы. Смотрите, я беру старт-стопный скрипт и перезапускаю. От какого пользователя? От рута, разумеется. Означает ли это, что все наши сценарии стартовые должны запускаться от рута? Ну, видимо, да, а как иначе? Тогда вопрос, а как же нам ограничивать, если, допустим, мы запускаем почтовую службу, зачем ее от рута запускать? Это значит, что в сам сценарий мы должны вставлять смену уида, например, ситуит в пользователя Postfix или что-нибудь такого. То есть мы усложняем, просто потому что у нас такая негибкая система запуска, мы усложняем процедуру запуска. Значит, теперь наш демон не просто запускается, он должен запуститься, выбить из-под себя привилегии, превратиться в пользователя, там, не знаю, в Postfix и в таком виде работать. Понимаете? Ну, иначе никак. Туда же относится, сейчас, что-то еще было такое, что он медленно работает, кто говорил, что быстро, теперь говорит, что медленно. Ну, собственно, сейчас запустится, запустил, видите, уже запустился все, запустился Shell, просто он запускается медленно. Давайте мы выключим. О, вот он пока сет, вон запустился. Вот. Вот они все запущенные программы, не так их много. По-моему, так. Нет. Кто помнит? Как дерево писать? Минус E, G, F. Нет, G большое. Да нет же, ну. Дерево-то? А, я знаю. Вот. Вот. Как я обещал, это вот в запущенной программе, как я обещал, все ядерные процессы, это просто часть ядра, а все процессы, которые запущены, они запущены и нитом, у них отец и нит, видите? А когда мы знаем, кто кого запустил, например, для вот этого PS-4, там написано, что его запустил процесс BASH. Вот. Такая типичная схема с запуском из RC-сценариев, ETC, и не D, вот там чего-то такого. Вот. Нет, не вспомню, что еще, что еще, какие еще были недостатки. Значит, скорость, невозможность параллельного запуска, непонятность, а, вспомнил, непонятки, связанные с пользователем, от лица которых это запущено. Ну, например, вот эта служба систем, сис-лог-д, видите, вон она, самое длинное левое поле, она должна быть запущена с правами пользоваться сис-лог-д. Значит, кто-то когда-то, запуская ее от рута, поменял. Это можно сделать либо при старте в самом системном сценарии, либо прямо впрограммировать внутрь этого сис-лог-д, что если меня запускают от рута, это плохо, сейчас я себе поменяю, привели. Еще одна проблема, связанная с так называемой демонизацией. Предположим, мы захотели запустить процесс в виде демона. Чтобы запустить его в виде демона, нужно проделать несколько упражнений. Нужно отвязать его от ввода и от вывода, иначе мы можем случайно ему прислать сигнал. И нужно отвязать его от процесса группы, иначе мы ему можем случайно прислать сигнал, когда мы присылаем сигнал процесса группе. И только после этого демон становится такой условный демон, который никак не взаимодействует с нашей операционной системой, кроме как предусмотрено. То есть послать сигнал прямо этому процессу или передать ему какие-то данные через открытый сокет или через что-то еще. Еще одна проблема связана с запуском сетевых сервисов. Допустим, мы захотели запускать сетевой сервис, который там получает на вход какие-то байтики, обрабатывает их и выдает по сети же. По TCP принимает соединение, получает какие-то байтики и выдает по TCP же ответ. Как мы должны этот сервис писать? Должны ли мы сами писать там бин к сокету, значит, по, что там еще, когда принимается реквест? Ну, короче, всю вот эту сетевую технологию писать для нашего сервера. Ну, видимо, должны, а как еще пишутся сетевые сервера? Вот в практике на втором курсе такое пишется, по-моему. Внимание, вопрос, ну они же все так работают, нафига нам все это дублировать? В каждом из сервисов будет написано, забиндиться на сокет, сидеть, значит, ждать, ждать этого самого запроса, обрабатывать запрос. Может быть, нужно написать одну программу, которая умеет это делать, а потом она из-под себя бы запускала эти службы, которые бы читали со стандартного ввода, специально стандартный ввод. Кстати сказать, такая служба есть, она называется не D, но она довольно такая, ну, простецкая. Ну, ладно, давайте это выключим. Ну да, потому что все сценарии примерно одинаково устроены. Да, там, запустить то, вывести вот эту красивую зелененькую картинку, да, еще одна проблема. А как мы будем останавливать запущенный сервис? Откуда мы знаем, что нужно проделать, чтобы останавливать запущенный сервис? Ну, наверное, он запускается в виде процесса, от него есть PID-файл, и этому PID-файлу, надо сказать, там, skill, скажем. Вот. Все хорошо, а если он уже умер? А PID-файл есть. Или если он не поддерживает такую схему? Короче говоря, есть несколько тонких моментов, которые не очень понятно, как совсем унифицировать в случае, если старт сервиса – это просто сценарий на шеле, и стоп сервис – это тоже просто сценарий на шеле. С другой стороны, что мы можем захотеть, если мы вообще забудем про вот это наше изобретение «давайте на шеле напишем запуск наших сервисов?» Что бы мы хотели при работе операционной системы, при работе операционной системы, от самой операционной системы, как ее, там, ну, не знаю, администратор? Ну, как обычно, запуск сервисов и их остановки. Представьте, запуск при остановке системы остановки. Однократный запуск, типа проверки диск. Журналирование. Вот, кстати, еще одна проблема. Как устроено журналирование в обычном Визе? Значит, либо мы открываем сами файл, файл пишем, и наша проблема, если этот файл там внезапно удалился, да? Либо мы используем специальный сетевой сервис журналирования, CISLOGD, и пишем в него. Ну, не сетевой, там сокет есть, можно писать в этот сокет. Для этого нам нужно написать какой-то кусок кода в нашем сервисе, который пишет в этот сокет. Вот. Унификации нету, приходится что-то программировать. Было бы неплохо, если бы наша платформа для запуска сервисов сама бы занималась такими вещами. Ну, хотим мы писать в журнал сами, потому что, допустим, это какой-нибудь веб-сервер, который многие тысячи идут в журнал с быстрой скоростью. Хорошо, пишем сами. Не хотим, грубо говоря, пишем на стандартный вывод ошибок, а за нас наша система запуска наших сервисов. Это дело складывает в журнал. Работа с внешними устройствами. Мы совсем забыли о том, что у нас есть набор внешних устройств, который, а, нужно привести в готовность, например, залить им в мозжечок в фирмвайре, б, реагировать на появляющиеся и исчезающие устройства, создавать соответствующие записи в каталоге слэш-деф. В, при старте монтировать все остальные файловые системы, вообще говоря. Причем, легко сказать, монтировать их при старте. А если, допустим, это сетевая файловая система, ее надо монтировать, когда сеть запустится, а до этого нельзя. А если я сеть перезапускаю, значит, сеть перезапускаю, файлосистема надо перед этим размонтировать, а то она зависнет. А потому как, после того, как сеть запустила, ее опять смонтировать. То есть, на самом деле, мы не можем взять, распилить систему на части и сказать, вот, перемонтирование сетевых файловых систем – это отдельный shell script. Потому что все это должно быть завязано. Упала сеть – размонтировали файлосистему. Ну, не упала, а, скажем так, останавливаемся и размонтировали файлосистем. Запустили сеть, смонтировались файлосистемы, если этот автомат прописан. Что еще? Ну, вообще, всякие внешние железяки. Консоль, например, да, значит, вот, как-то ее настроить. Допустим, у нас консоль сериальная, да, там, мониторчик такой. Значит, его надо настроить. Ну, и так далее. Естественно, запуск и останов по запросу, вот, со стороны, допустим, этого самого администратора. Вот то, про что я говорил, с чем, опять-таки, есть небольшие проблемы в случае, когда этим занимается сценарий, потому что их запускают рут, а кто-то будет их потом менять. Кто-то будет менять права. Да, там, почтовые серверы на пользователя по посту. Если мы запускаем по сетевой активности, да, вот у нас присоединился, к определенному порту присоединился клиент, значит, нам нужно запустить сервер. Вот пока он не запущен, потому что никто не хочет, но если на определенном порту происходит сетевая активность, надо запустить сервер, он его обслужит. То, во-первых, этот запуск нам тоже нужно предусмотреть, да, значит, еще раз, сервер по умолчанию не запущен, потому что, возможно, он никому не нужен. Но нет, приходит клиент, ты коннекция к какому-то сокету, и хорошо бы по этому факту сервер все-таки запустить, клиента обслужить. Дальше надо принять решение, что делать, сервер-останавливать или пускай дальше живет, вот. Но самое главное, это же не такая простая штука, если вообще сетевые, обслуживание сетевых запросов, это не такая простая штука. А если в тот момент, когда я обслуживаю первый запрос, придет второй? Что мы будем делать? Ну, варианта два. Второй, значит, ждет, пока первый обслужится, или второго тоже обслужит, то у нас запускается две копии сервиса. Три, четыре, пять, десять. А больше десяти не хотим, потому что будет оверлот. Это тоже нужно управлять. Значит, средство, которое должно управлять профилем нашей операционной системы, должно уметь такие штуки. Это называется сокет активации, и забыл. Та, которая с имперсенит с этим, с блямбочкой. Ну, неважно, instance, короче, экземпляр такого сервиса. Здесь написано, кстати, экземпляр. Да, конечно, тут мы вспомнили, что все это, вся эта буча затеялась из-за того, чтобы у нас были зависимости по службам, и, соответственно, возможность их параллельно запускать. Да, конечно, и это тоже, потому что это сильно убыстрит работу. Здесь не написано, но да, конечно, как можно меньше шела. Если можно запустить просто бинарник, лучше всего просто запустить бинарник. Вот. Потому что тогда у нас будет одно переключение контекста на запуск этого бинарника. А не десятки и сотни, когда у нас всякие шельные утилиты сначала чего-то жуют. Даже если нам нужно перед запуском бинарника попроверять консистентность и запустить еще парочку бинарников, окей, тогда у нас будет три переключения контекста. А не десятки и сотни. А что касается зависимости от дерева запуска, зависимости при запуске, то было бы неплохо, конечно, его, это дерево, распилить на такие эшелоны, чтобы не пытаться договориться всем со всеми. Вот ты свой сервис запускай после моего, а я буду после твоего, а ты... Это невозможно. Это Linux, у нас очень много производителей, и если каждый с каждым будет пытаться договориться, никто не договорится никогда. Поэтому было бы неплохо определить такие чекпоинты, допустим, загруженное ядро, запущенный NIT, запущенный базовый сервис. Дальше, запущено обслуживание терминала, запущена многопользовательская модель, запущена сеть, запущена графическая среда, ну и так дальше. Просто эти чекпоинты определить и сказать, мой сервер запускается после того, как запущена сеть. Когда, мне в общем все равно. А мой сервер запускается после того, как запущена сеть, и после того, как активизируется DNS. Ну, потому что мне нужен DNS. Вот такого рода не только зависимости, но и такие уровни определить Было бы неплохо также ввести какие-то средства отладки, когда мы вручную говорим вот это запускать У меня спрашивают, запускать соответствующиеся, а мы говорим запускай, а этот не запускай Ну, например, чтобы определить, где там оно виснет, почему у нас ядро падает или что-нибудь в этом духе Ну и такой отдельный бонус, совсем отдельный, состоит в том, что этим инструментом, вообще говоря, теперь можно разрешить пользоваться и пользователем Если раньше этот инструмент исключительно рута, только суперпользователь мог дергать системный сценарий То если мы вообще вводим какую-то отдельную системную службу, которая будет обрабатывать все вот это, что здесь написано С правами того пользователя, который ему сказали, то почему бы обычному пользователю этим не воспользоваться И не определить некоторое количество своих собственных служб, которые ему запускаются, когда он свой сеанс активизирует Вот такой массив запросов можно предъявить к современной платформе на базе GNU Linux ядра Вот, в этом время у меня точно кончились, прямо вот сейчас у меня кончилось время У нас получилась такая лекция ни о чем немножко Вот Что будем делать? Смотрите Много придется говорить Видите, что тут стоит туду? Видимо, я рассказал ровно то, к чему подготовился Так Давайте мы запомним вот этот список И в следующий раз я потрачу 20 минут на то, чтобы определить То, чтобы рассказать, как он устроен в подсистеме, которая называется SystemD Вот Тогда в следующий раз у нас еще будет разговор о связанных с этим штуках В частности, об УДЕВе, который теперь является частью SystemD И о межпроцессном взаимноействии Если хватит времени, немножко поговорим про десктопные стандарты Или не успеем Ну вот как-то так Про другие десктопные стандарты Вот И тогда на этом у нас закончится разговор о операционной системе как живом организме Как запущенной операционной системе И у нас останется время поговорить про пакеты, репозитории Вот про вот это все И на этом, собственно, семестр у нас закончится Вот Что касается InstallFest, то его можно засунуть Вопрос в том, как, зачем и для чего И мы об этом еще подумаем Окей Что? И надо ли это кому-нибудь? Окей Значит, ну что? Предношу свои извинения за то, что реакция получилась немножко говорильная Значит, в следующий раз тогда у нас будет много примеров За то Потому что я четко ощущал, что я вот по всему этому примеру привести вот сейчас не смогу Просто времени не хватит А в следующий раз у нас их будет много Я надеюсь Вот На чем всем спасибо Если есть вопросы, задавайте Ну окей Тогда, значит, до следующего раза Вот Может быть, даже какой-нибудь пример ЕФИ привезем, кстати Вот, кстати, просто посмотреть, как это устроено внутри Вот Тогда у нас будет все четко Сегодня теория, а в следующий раз такой демонстрации Все Демонстрация Демонстрация